Вся моя жизнь была связана, есть она связана с животными, с цирком. Мама говорит, слушай, ты меня аж еще раз приведешь в цирк. То есть я ее достал во время представления, чтобы она мне ответила, что она меня еще раз приведет в цирк. Я вышел с удовольствием в парад, просто в парад Оле, и был самым счастливым человеком на тот момент. Цирк – это абсолютно позитивный мир искусства. Цирк, он без границ. Шоу Гии Радзе – это феноменальное шоу. Это знак качества, это совершенно другая форма цирка. Это стильно, модно, красиво, современно. Нас здесь все любят, мы любим Саратов. Гия Радзе – заслуженный артист России. И он снова в Саратове со своим уникальным шоу «Хоролевский цирк». О программе, о том, что ждет зрителей, о своей личной цирковой истории и не только – сегодня наш разговор. Гия, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, очень приятно снова вас видеть в нашем городе. Давно не были? Мне были 7 лет. Вот как только цирк был закрыт на реконструкцию, мы были, наверное, по-моему, посреди даже программы, после нас уже закрыли цирк на капитальный ремонт. И вот когда я зашел в Саратовский цирк, во-первых, я здесь был на фестивале «Принцесса цирка», который здесь уже традиционно, ежегодно уже проходит. Я всегда бессменный член жюри этого прекрасного фестиваля, потому что я стоял у исток этого фестиваля, я помню, самый первый фестиваль «Принцесса цирка», и всегда наши девочки участвуют на этом замечательном фестивале. Поэтому я уже «Саратовский цирк» видел после капитального ремонта. И сейчас у нас появилась такая возможность, мы с вашей семьей воспользовались и с радостью приехали в Саратов уже на гастроли с «Королевским цирком». Это первый состав «Королевского цирка» артисты российской компании «Росгосцирк». Вся труппа уже приехала. Мы приехали из Симферополя, мы были сейчас на гастролях в Крыму. С этой же программой. Именно этот коллектив был на гастролях в Крыму, и вот прямо с Крыма, паромом, через Краснодар, мы приехали в замечательный город Саратов, уже в новый отремонтированный цирк города Саратова. И чувствуем себя абсолютно как дома здесь, потому что знаем этот цирк, знаем гостиницу, знаем вообще город, нас здесь все любят, мы любим Саратов. И вы знаете, я уже сегодня как продюсер, руководитель коллектива, вижу ажиотаж, который вокруг нашего коллектива. Все билеты были проданы не то что на премьерные спектакли, а до середины июня уже нет вообще билетов. Уже отдали в продажу билеты на июль месяц, потому что мы будем здесь на гастролях до 3 сентября, все лето. Понимаете, поэтому мы с удовольствием покажем и показываем уже те номера, которые были созданы для мировых фестивалев. Здесь обладатели высших наград, здесь очень титулованные артисты в этом коллективе. В этом коллективе работает принцесса российского цирка, которая здесь, в Саратове, на принцессе цирка. И российском был уже фестиваль, и российский был международный фестиваль. На обоих фестивалях Людочка получила золотую корону принцессы цирка, обладательница. С тиграми, да, я, по-моему, работала Людмила. С тиграми Людмила Сыркова, наша звезда, компания Росгосцирк, продюсерского центра Королевский цирк. Она сегодня здесь, в Саратове. И я вижу, как ее принимает публика, и даже на пресс-конференции, как ее встречали журналисты, ваши коллеги, которые приходили с цветами, чтобы Людочке подарить цветы. Также будет уникальный номер Анны Каренина в программе. Замечательный, потрясающий номер. Будут номера групповые жонглеры, очень много животных. Тибетский який аттракцион, тигры, лошади-фризы, зимний номер оленей, лисы-собаки, пеликаны, попугаи. И, конечно, колоссальное количество групповых номеров и нашего замечательного, уже известного балета, циркового балета. Потому что у нас спектакль, у нас некий синтез театра, эстрады, цирка, мюзикла. У нас не просто цирковое представление. Ну, сколько раз поменяете декорации за представление? По-моему, три часа, да, длится, если я не ошибаюсь? Три часа с антрактом. Дело в том, что мы сегодня в Саратов привезли 17 фур. 17 фур – это состав поезда. 17 14-метровых больших машин приехало в Саратов. Просто забиты все подсобные помещения. Закулисная часть, двор, цирка. Даже не хватило помещения. Нам арендовали склад, куда совершенно пустые ящики, из которых мы вытаскивали реквизит, увезли на склад. Потому что это очень большой коллектив. 115 человек трупа. Но вы знаете, дело заключается в том, что это на самом деле титулованная артистка компания. И все номера экстра-класса. Топовые номера. И это уникальный спектакль. Уникальность заключается в том, что именно это сприлетение жанра. Вот, например, номер Анны Карениной. Вы когда-нибудь видели в цирке Анну Каренину в воздушном исполнении номера воздушных гимнастов. Я увижу. Да, вы обязательно увидите. И вот в таком жанре сделаны все номера. Это мини-спектакль. И он совершенно необычный. Здесь замечательный коверный клоун. Мой любимый клоун, как я его называю, артист большого московского государственного цирка. Николай Кормильцев, заслуженный артист России. Он же клоун МИК. Который занимает вот эту детскую аудиторию. Который заполняет детскую нишу. Который к нам приходит на спектакль. Также животное всегда. Это традиция нашего российского советского цирка. И очень красивые наши все номера, костюмы. Уникальное количество костюмов. Вообще эксклюзивные костюмы. Их очень большое количество, этих костюмов. Как долго рождалась идея этого именно шоу? Это же, ну, понятное дело, это не ежеминутно. Это длительный творческий процесс. Вы лично в нем один принимали участие? Или задействовано огромное количество народу? Я никогда один ничего не делаю. И это мое кредо, можно сказать. У меня есть огромная команда. Замечательных профессиональных людей. Режиссеров-постановщиков, балетмейстеров, хореографов, художников, дизайнеров, композиторов. Это репетиторов, тренеров. Это мы все вместе, единая команда. Вообще все начиналось с легендарного коллектива «Пять континентов», который был создан 23 года назад в городе Владивостоке с известным продюсером Геннадий Гордиенко. Вот оттуда все началось. Вот наше направление, наша эстетика, стилистика, потому что у нас есть свой стиль уже за столько лет. И из пяти континентов родился Королевский цирк. Вот этот Королевский цирк сегодня здесь. В этой программе, кстати, принимают участие номера, которые были на первом международном фестивале в Санкт-Петербурге, который проходил с помощью Министерства культуры России и компании «Росгосцирк». Фестиваль назывался «Без границ». И эти номера все сегодня в этом коллективе. Поэтому это созвездие, на самом деле, таких и талантливых, и профессиональных уже артистов. И, кстати, в этом коллективе работают даже выпускники Московского эстрадного циркового училища имени Румянцева Карандаша, нашего замечательного эстрадного циркового училища. Это наша кузница кадров, как я это называю, это так оно и есть. Поэтому и молодые уже исполнители, которые вот буквально год назад выпустили с училища, мы им уже сделали замечательный номер под названием «Воздушные гимнасты». Номер называется «Коронация», огромная корона, семь человек в воздухе, уникальный номер и необычный. Вообще все наши номера – это не просто номера, это мини-спектакли, как я это изначально сказал. В каждом номере есть сюжетная линия, есть какая-то история номера. Это не просто цирковой номер. То есть если мы возьмем классический советский цирк, в который я когда-то пришел в моем детстве, это был совершенно другой формат цирка. Это были номера, в конце был аттракцион, был коверный клоун между номерами и так далее. Сейчас немножко поменялось вообще направление цирка, но безусловно мы всегда сохраняем наши традиции советского русского цирка. Тем более я точно, и я, и многие мои коллеги, потому что это основа наша. Понимаете, русский цирк, советский тот цирк, он был и есть самым лучшим цирком в мире, он был, если будет, и мы останемся. Поэтому наши традиции, они всегда остаются в спектаклях. Но сегодня уже 21 век, сегодня другое совершенно поколение, и поэтому уже стилистика, эстетика номеров, она создается немножко нечто другое. Ну сейчас, да, как говорится, хлеба и зрелищ, да, и надо соответствовать этому времени. Заговорили про свое детство. Если не ошибаюсь, любовь ваша с цирком состоялась лет в пять? Ну, я не знаю, пять это было или сколько, но я точно знаю, что я еще маленьким мальчишкой, совсем маленьким, ребенком, даже не мальчишкам, маленьким вообще ребенком, всегда ходил в цирк. Меня в цирк ходила мама и бабушка, традиционно. Я помню, я не знаю, сколько мне было лет, четыре-пять, я смотрел аттракцион, про который у меня есть потом целая история, смешанная группа животных. Я вообще любил животных в цирке. И как только начался аттракцион, я маму говорю, слушай, ты меня же еще раз приведешь в цирк. То есть я ее достал во время представления, чтобы она мне ответила, что она меня еще раз приведет в цирк на это представление. Она мне говорит, да ты сначала досмотри, мы только пришли, еще отделение только, вот, вот цирк, смотри. А я же не могу смотреть, потому что мне надо получить ответ от мамы, обещание хотя бы точно, что она меня вновь приведет на эту программу. Потому что у меня был какой-то внутренний панический страх, что меня уведут из цирка, вот закончится представление, мы уйдем из цирка, и я долго не попаду в цирк. А вот это обещание мамы или бабушки, что меня вновь приведут на эту программу, это мне давало какое-то внутреннее желание, не желание, а внутреннее чувство, счастье, какого-то долгожданного ожидания того, что я опять пойду в цирк. Понимаете? А про аттракцион я хочу сказать, что это был аттракцион заслуженных артистов России, Любовь Борис Федотовых, смешанная группа животных. И вы знаете, вот, есть судьба человека, у каждого из нас. Судьбу невозможно изменить, ее можно, наверное, только скорректировать. Прошло почти 25 лет, и когда мы работали в московском цирке Никулина на Цветном бульваре, ведущий моего уже королевского цирка был именно вот этот Борис Федот. Представляете, вот это то мое детство, когда мне было там 5 лет, и я с нетерпением ждал вновь попасть на этот аттракцион. Вот прошло 25 лет, и этот человек, ведущий на московском... Ну вы обсудили же эти детские воспоминания наверняка. Борис Вадимович, когда мы дружим, много лет, конечно. Вы помните свое первое цирковое представление, как вы вообще сами вышли на арену? Конечно, помню, ну как же это можно забыть. Это было много лет назад в национальном коллективе Грузии, в Тбилиси, потому что я вырос, родился в Тбилиси. Великая Нана Муркадзе, именно великая народная артистка, которая меня пригласила в конный аттракцион джигиты Грузии. Но я еще был совсем ребенком, и еще джигитом работать не мог, но я просто помогал на конюшне, был в цирке, мне было главное быть в цирке, в этой атмосфере. И я упросил Нану выпустить меня в парад, просто в парад Оле, потому что мне нужно было выйти в манеж, понимаете. Номера не было, я еще был маленький, но выйти, вот эта тяга быть артистом, она была изначальна. И она меня выпустила в парад, я вышел с удовольствием в парад, просто в парад Оле, и был самым счастливым человеком на тот момент. Поэтому я это помню, и сегодня, когда ко мне уже приходят выпускники, допустим, училища, и уже молодые студенты, которые выпускаются, или там просто со спорта ко мне приходят молодые люди, которые хотят устроиться к нам в коллектив, если я вижу желание и любовь к цирку, то уже сегодня, конечно, я буду им помогать, и помогаю, и открываю им дорогу в большое будущее циркового искусства, для того, чтобы они могли реализовать себя в этом виде искусства. Потому что цирк – это очень сложный мир. Цирк – это насколько вы, как зрители, приходите, смотрите красивое зрелище, яркий, красочный, цирк зажигает огни. На самом деле, за этими огнями есть определенная история цирка. Это гастроли, это жизнь на колесах. Это 11 месяцев в году, месяц выходной, то есть месяц и отпуск в году, а 11 месяцев – это смена городов, стран, распаковка, упаковка. Не каждый это выдерживает. Но у вас там создаются целые цирковые династии семьи. Цирки остаются только те, которые искренне любят цирк, который предан этому искусству, которые фанаты своего дела. И вот когда я вижу этих фанатов, уже сегодня с моими возможностями, конечно, я сегодня помогаю этим ребятам остаться в цирке и создать красивые новые номера. У вас на костюме тигры? Вся моя жизнь тигры, пантеры, леопарды, львы, верблюды, зебры, ламы, потому что вся моя жизнь была связана, есть она связана с животными, с цирком. И вот такой костюм у меня сегодня. Как тигры попали к вам на вообще вашу программу, на представление? Это тоже общалось с вашими коллегами. Все говорят о том, что тигры – это одни из сложнейших животных в дрессуре и более того, а еще и опасные. Я не могу сказать, что тигры – самые сложные животные в цирке. Это будет неправда. Самые сложные, да все животные сложные. Медведи непредсказуемые. Самцы львов, когда это группа львов, это очень опасный аттракцион. Шимпанзе очень опасный, понимаете, несмотря на то, что это обезьяны. Да все животные опасны по-своему, понимаете. Но сегодня уже аттракцион, который когда-то работали мы с Людой вместе, у нас была совместная работа с ней, у нас была смешанная группа животных. У нас были львы и тигры в одной клетке. А потом, когда я уже ушел с Манежа, перестал вообще выходить в Манеж и ушел в другую должность в художестве руководителем, стар продюсером и так далее, то Люда продолжила работать в аттракцион сама. Она уже много лет работает одна, без меня, при мне, в моем коллективе, все. Но она перешла на тигров. И у нее сейчас только тигры. У нее сейчас коллектив 10 тигров. Уникальная работа, именно уникальная работа. Это не потому, что моя бывшая партнерша, моя артистка, она правда уникальна. Уникальна тем, что трюки, которые она делает с тиграми, наверное, не делает никто. Не, наверное, не делает никто. Во-первых, она работает на Манеже, который вращается. Манеж цирка, он у нас специально определенный пол стелется, выстилается, и манеж вращается. Тигры вращаются на вращающем манеже. Это уже очень редко, и не то, что редко, это вообще впервые. Тигры работают в фонтанах. Тигры летают под куполом цирка вместе с Людмилом. Это трюк великой Бугримовой и Назаровой. Понимаете, это были же великие советские дрессировщицы. Маргарита Назарова, Ирина Бугримова. Это легенды. Поэтому очень много именно тех трюков, которые были тогда в тех настоящих советских традиционах. Сегодня Люда это повторила, но уже исполнение, реквизит и так далее уже современно. Это вы сказали про уникальный номер. А наверняка у вас есть любимый номер. Я понимаю, не хочется никого обидеть, но все-таки у вас, как у режиссера, наверняка это есть. Вы знаете, мне много вопросов задавали ваши коллеги. В связи с тем, что у продюсерского центра Королевский Цирк совместно с компанией Росгус Цирк четыре проекта самых масштабных, крупных. Шоу Бурлеск, шоу Песчаная сказка, легендарный коллектив «Пять континентов» и Королевский Цирк, который сегодня на гастролях в Саратове, у нас более 500 человек работают. Вот четырех. Четырех. Да. В каждой программе порядка 17-18 номеров. Поэтому выделить мне какой-то, я не могу их выделить. Не потому, что я не хочу это сделать или кого-то обидеть. Вот это мои дети, понимаете, это вот мною выстраданные все номера. Вот созданы, сотканы. Я их очень люблю всех. И я не могу выделить ни один номер. Все, что мы делаем, мы делаем ради зрителя. Вот зритель и должен оценить, что ему больше нравится. Я знаю уже сегодня в качестве, еще раз повторю, продюсера и художественного руководителя, мнение зрительного зала, какой номер вызывает больше восторга, или там какой менее восторга, или что нравится в спектакле. Вот когда говорят, что вот как вам зритель в Саратове, или там как вам зритель в Симферополе. Да зритель одинаковый везде. Абсолютно, понимаете. Зритель, он в цирк приходит, наверное, тот зритель, который искренне любит цирк. И в нашей стране, и вообще в нашем бывшем Советском Союзе, цирк любят все. Даже передача была такая. Цирк любят все. Все любят цирк, извините, она называлась. Я у Дровского телевидения транслировала эту передачу на Первом канале. Все любят цирк. На самом деле цирк любят все, потому что цирк – это абсолютно позитивный мир искусства. Цирк, он без границ. Цирк, он замечательный, яркий, красочный мир, когда можно прийти и душевно отдохнуть, и получить какое-то удовольствие и эстетическое, и моральное, и просто окунуться в какое-то свое детство. Понимаете? Потому что все равно ассоциация цирка почему-то с детством. У многих это. Хотя для меня цирк – это абсолютно семейное искусство. Но все равно, я же так уже долго об этом думал, думаю, почему с детством. Но даже я, уже человек, который больше 33 лет я работаю в цирке, с 11 лет в цирке. Понимаете? Ну, я же влюбился в цирк в детстве. Ну, может быть, я уже родился с этой любовью к цирку. Но все равно, вот я начинал в 11 лет. Все равно, что я ребенком был. Я пришел когда-то в цирк, не помню, сколько мне было лет. И вот в эти 5 лет мама просила привести меня вновь на представление. Все равно детство. Поэтому все равно ассоциация с детством, какие-то воспоминания, особенно у публика, которые приходят в цирк, на представление не так часто ходят в цирк, то вызывают такие эмоции. И я очень рад, что к нам именно на спектакль почему-то, ну, я даже не почему-то, а потому что у нас вот такой необычный цирк. Ходят зрители, которые не всегда ходят на каждую программу. Есть цирковой зритель, который систематически ходит цирк на каждую программу и так далее. А есть вот какой-то индивидуальный зритель, наши поклонники, у нас очень много наших, на самом деле, поклонников нашего творчества, которые приходят к нам, приезжают с города в город, за нами приезжают. А есть люди, которые просто знают уже, что шоу Гии и Радзе – это феноменальное шоу. Это знак качества, это совершенно другой форма цирка, это стильно, модно, красиво, современно, необычно, неординарно. Поэтому ходит и такая публика, которая не всегда ходит цирка, а вот на шоу Гии и Радзе они ходят. Давайте пригласим еще раз всех саратовцев. Я понимаю, что уже проблема с покупкой билетов, но с учетом того, что вы здесь до сентября месяца, наверняка будет возможность. До августа, но точнее до 3 сентября, потому что мы работаем каждую субботу, воскресенье по два шоу в день и специально для Саратова в четверг в будний день дополнительное пятое шоу, то есть в неделю будет 5 шоу в четверг, вечерний спектакль, субботу, воскресенье по два шоу до 3 сентября в Саратове компания Росгуссилки Продюсерский Центр, Королевский Цирк Гии и Радзе в этом уникальном, историческом, первом каменном цирке нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова